добрый день сегодня мы готовим быстро очень быстро и видео короткое что мы готовим мы готовим плов ну вы сейчас скажете что за плов для да для тех кто не любит готовить это раз для студентов для холостяков для 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 как видите три точки а теперь мы готовим значит у меня куриная грудка крам 200 риса 2 2 морковки 1 большая луковица лимон нам понадобится сок половины лимона и 2 зубчика чеснока вы же можете поменять все это по вашему усмотрению или то что у вас есть в холодильнике не любите лук не ложите его вложите только чеснок немножко изменится вкус но не беда не любите морковку ну вот тут я вам не советчик морковку надо любить это витамин а и как же без морковки это же в кавычках узбекский плов да здесь нет баранины жирный здесь нет много масла но что-то наподобие вы знаете вот что-то напоминающее мы берем одну ложку растительного масла какого это зависит от вас оливковая кукурузная подсолнечная виноградных косточек да какое есть хлопковая что вы найдете одна ложечка на двоих даже на троих вот если человек не очень много то на троих у вас сейчас получится блюдо вы можете накормить троих людей на столе как видели я перемешала лук с маслом это для того чтобы масло полностью как бы обволакивала лук так как мы его сильно жарить не будем мы немножечко вот только минуты и не знаю даже одной минуты нет подогрели засыпаем сюда наше мясо мясо может быть различное может быть тут индюшка индюшачья может быть телятина может быть говядина но не свинина и не баранина так как они жирные они нам сюда не подходят баранина она вкусная ароматная как говорится кто-то ее любит кто-то и не любит но от нее поправляемся ну что же дальше засыпаем сюда морковку да вы можете брать баранину не возмущайтесь пожалуйста можете берите если вы ее любите если у вас нет проблем с весом пожалуйста берите вот мы же готовим и для тех кто надеете съев такой плов вы не поправитесь я вас уверяю но будете сыты на весь день дальше мы берем наш рис рис заранее промылили если есть время пусть она постоит часик в воде как говорится это даже к лучшему она набухнет и быстро сварится дальше мы засыпаем рис значит так одним тоненьким слоем сверху пока не перемешивая разровняли ложкой руками чем только хотите вилкой все теперь мы берем наш лимон половина лимона и я буду выжимать его сюда в кастрюлю сейчас вот можно посолить поперчить те приправы которые вы любите можете его тоже положить лимон у меня оказался костлявой косточки с него сыплется хотя и подставила руку не просто камера мешает я не могу удобно подойти но косточки я убрала все осталось залить или налить воду заливаем все это желательно кипятком но нет кипятка можете холодной водой прямо с чайника наливаем но чтобы вода наша не прикрывала наш рис вот смотрите так как здесь мало масла если вы нальете много воды у вас получится каша запомните это если хотите чтобы у вас плов был рассыпчатый тогда наливайте меньше воды прибавляем огонь и доводим до кипения не то что доводим а вот закипело все убавляем огонь накрываем крышкой через 15 минут ваш плов готов в течение этих 15 минут один раз вы можете открыть и перемешать все и увидите что ваш рис еще еще не готов можете взять попробовать одну рисинку накрываете крышку еще раз всего 15 минут за 15 минут он у вас будет готов потом выключается огонь накрываете крышку и сервируете дальше на стол вернее сервировать свой стол берете тарелочку сейчас я вам покажу какой он на вид наш рис наш плов для вы знаете так много людей потом начинают комментарии писать а почему того столько почему того не столько вы знаете это же не ресторанное блюдо чтобы там было все грамм в грамм вы открываете холодильник смотрите что у вас есть вы пришли с работы вы купили грудинку супермаркете или гастрономе пришли и думаете ой быстрее что бы приготовить и что вы делаете открывать холодильник смотрите что у вас там есть вот смотрите буду пробовать рис рассыпчатый да заметьте хотя это не длинный рис это краснодарский рис который мы так привыкли но очень редко готовим с него плов у нас в азербайджане очень много всяких сортов риса и готовится обычно из дорогих сортов длинный рис с ароматом там я не знаю такой сякой обязательно готовится со сливочным маслом с топленым маслом а потом говорят откуда такой живот или еще что-то ну еще и печень болит потом еще и желчный пузырь ну это все оставим а теперь смотрите вот какой у нас плов получился красивый красивый вкусный я ручаюсь за него он будет вкусный если вы возьметесь и приготовить его а пока хочу попрощаться с делитесь видео и заходите еще ко мне пока пока